Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. И автомобиль Лексуса. Для сравнения, министр финансов Кировской области Лариса Маковеева за год заработала 2 миллиона рублей. А вот заведовать деньгами пенсионеров и распределением денег на мат-капитал выгоднее, чем быть министром финансов или начальником налоговой. Доходы управляющего Кировским пенсионным фондом Николая Пасынкова превысили 3 миллиона рублей в 2020 году. Программа Экономика. 2% расходов кировчан уходит на алкоголь. Это следует из данных, которые опубликовал Кировстат после выборочного исследования трат кировских домохозяйств в 2020. 33% денег – это затраты на продукты, плюс примерно 1,5-2% выделяется на питание вне дома. 40% составляют расходы на непродовольственные товары, а оставшиеся деньги идут на оплату услуг. Это 23% расходов. В целом, в 2020 году потребительские расходы составили чуть менее 16 тысяч в месяц на одного человека и сократились по сравнению с 2019 годом на 600 рублей. Жители городов в Кировской области тратят традиционно больше, чем жители сельской местности. В 2020 году разница в суммах – 3,5 тысячи рублей. Экономика на 101FM Более миллиарда заплатит бюджет Кировской области ресурсоснабжающим компаниям. Это выплаты юридическим лицам в качестве компенсации разницы между платежами граждан и расходами на поставку ресурсов. Со второго полугодия плата граждан за коммунальные услуги в Кировской области должна вырасти максимум на 4,2%. Это предусмотрено правительством России. Поскольку плата граждан не окупает затраты поставщиков услуг и ресурсов, этим компаниям доплачивают бюджет. В этом году в Казани Кировской области предусмотрено 1,1 миллиард рублей. За 4 месяца субсидии предоставлены уже более чем 300 получателям. Их общая сумма – почти 470 миллионов. Экономика Завершение валютах. Доллар сегодня 73,58. Курс евро 89,94 рубля. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова